Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых видео мы с вами познакомились с фильтрами от компании Акваэль, которые идеально подходят для аквариумов маленького объема. Узнали, как выбрать внутренний фильтр для аквариумов средних и больших объемов? В этом видео мы будем подбирать внутренний фильтр, исходя из населения аквариума. Это честная покупка, поехали! Подбор аквариума, его оформление, подбор оборудования для аквариума всегда начинается с выбора гидробионтов. После того, как выбрали будущих аквариумных обитателей, необходимо изучить биотоп, узнать, как они живут в своих естественных условиях, привычки будущих обитателей, приемлемые показатели воды и прочее. Если условия, которые вы создаете в аквариуме не подходят тем или иным его обитателям, начинаются проблемы. Стресс, болезни, которые так или иначе приведут к гибели. Всегда помните о совместимости аквариумных жителей. Важно учитывать не только то, что хищная рыба съест мирную, рак острижет своими клешнями плавники и по ночам не доспокоит соседям, но и много других факторов. Например, такая рыбка, как гора Руфа, хорошо себя чувствует в воде около 30 градусов, а золотым достаточно и 20. Гурами в своей естественной среде обитания выбирает стоячую воду, а сомики, это цинклюсы, выбирают реки с быстрым течением. Внутренний фильтр может стать ключиком к успеху, если его подобрать правильно, или наоборот, может стать угрозой жизни и здоровью аквариумных жителей, если не обращать внимание на его характеристики. Давайте начнем выбирать внутренний фильтр для водяных черепашек, ведь аквариумных черепах с каждым годом становится все больше, но на канале Пар мы очень редко про них говорим. Пожалуй, самой популярной черепашкой, которая чаще других встречается в аквариумах, является красноухая и желтоухая черепаха. Нередкостью является трионикс, мускусная черепашка, трехкилевая, также давно является домашним любимцем. Конечно, у каждой черепахи свои особенности, однако есть и схожие привычки. Например, многие черепашки любят порыться в грунте, если, конечно, он есть в аквариуме. Естественно, от таких действий в воде появляется взвесь. Водяные черепахи являются хищниками и в их рацион обязательно входит белковая пища, а так как кушают они неаккуратно, частички пищи остаются в воде и достаточно быстро портят воду. Поэтому многие заводчики черепах вообще стараются кормить своих любимцев в отдельной емкости. В общем и целом, вода в аквариуме с черепахами портится очень быстро. В резервуаре с черепахами фильтр будет очень кстати. Обратите внимание на фильтр АСАП. Этот фильтр с непривычной оригинальной конструкцией. АСАП имеет три модели. 300 предназначен для аквариумов до 100 литров. АСАП 500 рассчитан на аквариумы от 50 до 150 литров. И 700 от 100 до 250 литров. Цифра модели показывает, сколько за час этот фильтр пропускает через себя воды. Данный фильтр является хорошим вариантом не только для черепашатника. Его успешно используют в травниках, во флорариумах, в так называемых крапниках и в аквариумах с раками. Интересной особенностью этого фильтра является его способность работать в емкости, где высота воды всего 5 сантиметров. АСАП. Посмотрите, как он работает. Фильтр Фонтан. Конечно, при необходимости его можно полностью погрузить под воду. Но не стоит забывать, что создавая волнение на поверхности, вода обогащается кислородом, если мы говорим о рыбках. Стоит сказать, что в рубрику «Честная покупка» зритель Виталий Рахманов написал комментарий, почему серию АСАП обошли стороной. Это говорит об интересе к этой серии. Еще бы, посмотрите, как легко обслуживать этот фильтр. Не нужно отрывать присоски от стекла. Легко и быстро достаем губку, промываем и устанавливаем обратно. Особенно хорошо тем, кого уже кусала черепашка за палец. Такая, как Трионикс, например. Ведь для обслуживания вам не придется опускать руку в аквариум. Смотрится фильтр современно и сделан со вкусом. Продолжение следует... Еще одним хорошим вариантом в аквариумах с черепашками, то есть черепашатниках, станет унифильтр от компании Акваэль с ЮВИ стерилизатором. Более подробно про этот фильтр я рассказывал в прошлом видео. Ссылка на прошлое видео находится в описании под этим видео. Обязательно посмотрите его, если вы его пропустили. Данный фильтр интересен тем, что он может работать не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном. А ЮВИ стерилизатор будет снижать активность бактерий и, соответственно, устранять неприятный запах. А теперь, по сложившейся традиции, я хочу поблагодарить вас за комментарии к прошлому видео. Давайте на них посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Креветки, карликовые раки, улитки требуют в себе особого внимания, ведь они хрупкие создания, маленькие обитатели замкнутой экосистемы. К тому же, среди креветок достаточно много капризных видов, которые плохо переносят даже малейшие колебания в показателях воды. В таких аквариумах обязательно должна быть качественная фильтрация. И одним из лучших вариантов является подминь. Это миниатюрный турбинный фильтр. К тому же подминь совместим со спринкером аквариума и снижатром воды. Не имея стакан, поэтому креветкам можно будет легко заняться любимым делом – поковыряться в губке фильтра. Мощность потока воды регулируется, что является отличным вариантом для разных видов креветок. Например, у креветок-фильтраторов излюбленное место является возвышенность напротив потока воды. А вишневым креветкам поток не особо-то и нужен. Универсальный фильтр подминь подойдет любым креветкам и улиткам. Если в аквариуме перенаселение, а в домашних аквариумах это случается сплошь и рядом, например, крупная рыба, выростовики или так называемые малявочники, своя разводня или целая стойка с рыбками, то лучшим вариантом, конечно же, будет турбофильтр. Не бойтесь, что малька засосет. Мощность всегда можно отрегулировать. Но именно у этого внутреннего фильтра, помимо губки, есть керамика в комплекте для качественной биологической фильтрации. А при необходимости можно добавить контейнер с углем или циолитом, что позволит избавить аквариум от тяжелых металлов, нитратов, нитритов, хлоридов, аммиака, фосфатов и еще от целого спектра химических и биологических загрязнений. Благодаря такому внутреннему фильтру уменьшается вероятность падежа новой привозной рыбы. Мальки будут находиться в более приемлемой среде, а значит больше малька получится поднять. Ведь чистая вода в аквариуме – залог здорового развития молодых неокрепших организмов. Помните о том, что фильтр турбо сочетает в себе возможности внешнего фильтра. Только в миниатюре. Кроме того, фильтр турбо в состоянии качественно насытить воду кислородом. Даже на больших глубинах, где фильтры иных производителей неэффективны. Универсальным фильтром можно назвать фильтры серии FAN. Обращайте внимание, на какой объем он рассчитан. Вся подробная информация на коробке. Эти фильтры действительно проверены временем и подходят для разных типов аквариума и для разного населения аквариума. При необходимости его легко можно докомплектовать и усовершенствовать, если вдруг в аквариуме сменился состав гидробионтов. Например, вас устраивает мощность, но поток воды в аквариуме слишком сильный. Как быть? Конечно, у каждого фильтра FAN есть регулировка мощности. Но если пропускную способность необходимо оставить, докупаем флейту, она легко собирается и легко устанавливается на фильтр. Тем самым мы оставляем максимальную мощность, но убираем ненужное сильное течение воды в аквариуме. Создаваемое уволнение на поверхности воды помогает обогатить ее кислородом. Если нужно убрать журчание, просто погружаем флейту под воду. Именно такими различными продуманными фишками внутренних фильтров компания Акваэль заслуживает особого внимания. Именно поэтому, приобретая внутренний фильтр компании Акваэль, вы точно совершаете честную покупку. Честная гарантия на эти фильтры 2 года. Друзья, это предпоследний выпуск. Следующее видео будет последним видео в рубрике «Честная покупка». Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы по внутренней фильтрации, обязательно напишите их в комментариях под этим видео. В следующем выпуске я постараюсь на них ответить. Кодовое слово для участия в розыгрыше – это слово «качественный». Напомню про сам конкурс. Компания Акваэль совместно с каналом Паракворюмистика проводит конкурс именно у себя в группе, в группе Акваэль. Поэтому вам для участия в этом розыгрыше обязательно нужно подписаться на эту группу и в сообщениях сообществу, собрав предложение из кодовых слов, написать сообщение. Именно это предложение и название внутреннего фильтра, которое вы хотите получить. Но самое главное, не забывайте о том, что при свой вы можете получить только на территории Российской Федерации. Жду вас в инстаграме канала Паракворюмистика. Всего доброго вам и вашим близким. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!